кошка бояка на такси или на убери на убери мы едем в Бруклин Боу что прикольно Да. Всем привет! Мне этого хватит, ты со мной поделишься? Со мной поделишься? Нет. Доброе утро, лохматая! Ты что, пришла меня будить, потому что ты хочешь кушать? Да? Ты хочешь кушать, мой хороший? Ну, пойдем кушать. Я сейчас заварю себе чай. Чай мой любимый, вот такой вот Russian Blend. Мы его покупаем на развес. Возьму вот такую вот штуку, потому что с этим чуваком возиться лень. И на сладенькое тогда возьму вот такие вот... Ну да, можно подумать, йогурт у меня недостаточно сладенький. Такие вот Peanut Butter Cups в шоколаде. Видите, внутри арахисовое масло. И они получаются, что сладенькие, но при этом внутри соленые. Очень-очень вкусно, короче. Ну и все, сижу, работаю. Начала уже нарезать это видео. Немножко сделала цветокоррекцию, в общем. Да, предстоит мне еще несколько часов тут посидеть, поработать. Но мне нравится, я реально очень люблю монтировать. На улице, кстати, сегодня очень сильный ветер. Я прям слышу даже дома. Но при этом очень красиво. Посмотрите, какие цвета. И какая река красивая. И, в общем, с удовольствием сегодня пойду погуляю немножко. Потому что погода наконец-то налаживается. Стало уже потеплее. Уже не холодно ходить в пальто и даже без шапки, в общем-то. Погнали! Погода супер вообще. Даже не холодно. У меня всегда, в первую очередь, шея мерзнет и уши. Единственное, что у меня от ветра сли глаза слезятся очень. Вообще просто. Летом даже. То есть, как бы мне вообще ничего не помогает. Мне нужно только всегда водостойку тушь и очки, которые так сильно прям закрывают глаза. Ну ничего, я сейчас через 5 минут привыкну, надеюсь. Ягоды первым делаю. Потому что мне сейчас очень хочется витаминов. Я прям по 4 коробки сразу набираю. Минимум по 4. Так, теперь клубничка. О, и голубика тоже есть. Картоха. У меня кончается картоха, и я беру только желтую. Потому что, если вы не в курсе, в Америке почему-то большинство картошки белой. И она невкусная. Она не такая, как у нас в Эстонии, не такая, как у вас в России. Поэтому я прохожу именно в этот магазин всегда покупать желтую картошку. Всем доброе утро! Я уже встала и хочу сейчас показать посылку, которая вчера вечером пришла, вот тут она у меня на столе, и показать, где у меня Миша спит. Это мы убираем туда вниз покрывало с кровати, и она очень любит туда забираться, и вот там вот лежит, греется. Да, Мишань? Тебе как там удобно? В общем, не буду тогда застилать постель, потому что она там так хорошо лежит. Мне, в общем, жалко ее тревожить. А пришли мне вчера вот такие вот кисточки от Зоева. Это какая-то их новая коллекция, обновленная коллекция в общем бамбуковых их кистей. Тут, в общем, получается такой набор. В общем, вот эти вот стаканчики можно использовать для того, чтобы ставить в них кисточки, когда у вас они на столе стоят. Сейчас, давайте сниму вам эти штучки. Вот такое наполнение этого набора. Такие кисточки у меня уже были, про них я рассказывала. Такими я не пользуюсь. Вот это вот очень интересное по форме. И, в общем, вот тут такой набор маленьких кисточек. Соответственно, вот такая вот косметичка тоже шлась с этим набором. Но я, если честно, так подумала, что у меня кистей достаточно и мне более чем хватает для моего макияжа. Поэтому я даже пробовать их не буду. Я подарю их своей подруге. Она очень-очень давно хотела эти кисти. И, в общем, я надеюсь, ей понравится. На завтрак, думаю, сегодня себе испечь сырников. И достала вот малинку. Я, кстати, вчера купила, наверное, не помню, сколько коробок, много. И муж пришел с работы и тоже мне еще принес малину. Знаю, что я очень люблю, поэтому теперь надо ее есть активно, чтобы она не испортилась, потому что у нас ее реально очень много. И я думаю просто перемешать вот эту вот малинку с сахаром и есть как варенье, в общем, с сырниками. Напишите под видео, если вы хотите увидеть видео рецепт, как я готовлю сырники, потому что это супер просто и очень-очень вкусно получается. Как-то в последнее время очень полюбила их делать. Так что, да, буду ждать ваших комментариев. Учу сейчас на метро, еду в гости к подруге, потом еще одна другая подруга к нам приедет. Мы пойдем в ресторан. Ветрище, конечно, капец. У меня все волосы вот так вот вперед только что были. Но день обещает быть веселым. Киса, киса, киса. Давай, поцарапай меня еще раз. Я такая, знаешь, близко прошла. А я не обстригала больше. Не обстригала? Правильно. Хотя я почитала, что на самом деле... Может, я была и не права. Кто обстригает, кто нет, я заметила. Он мне по ноге прыгнул. Царапай, ну, то же самое. Да? Да, вообще. Дима хороший. Ты меня любишь все-таки? Вон, тебя я сейчас буду любить. Промни. Дима хороший. А коты видят черно-белым или цветным? Слушай, у них, по-моему, просто, типа, такое... Не настолько контрастно, как у нас. Но сейчас у него очень контрастно, кажется. Кажется. Да. И это... И они, по-моему, не видят зеленый нормально. А видят его таким желтоватым. Ой, а вот такой, кстати, я так и не пробовала. Я всегда делаю... А у меня две таких, и я обеими ими делаю. Тебе нравится? Да. Мне не нравится их мыть только каждый день. У меня все-таки грязные тоже, я хотела помыть. Я сейчас, когда ехала к Лере, разыграла ее, что я забыла пакет, потому что сегодня 1 апреля. Мы теперь сидим, думаем, как разыграть ламу, которая к нам едет. И что-то у нас какие-то адские очень приколы лезут в голову. Короче, будем ждать от вас в комментариях, как вас разыгрывали и как вы разыгрывали. Дом внутри, потому что наружу грязь очень старт. Говорят, круто, потому что здесь обычно живут очень обеспеченные люди. Я не думаю, что они бы допустили что-нибудь. Ну да. Эти домики, в общем, когда ты покупаешь, то ты не имеешь права изменять его стиль. Потому что здесь все было вдохновлено стилем времен тюдоров. Вот, поэтому все так и оставили. Какой мы возьмем? Что? Какой мы возьмем? Мы... Я думаю... Я думаю, надо парочку. Но вот эти мне не очень, они такие маленькие. Это как дача какая-то. Мне вот эти понравились. Да, покажем. Вот еди. Еди. Там видно интересно? А? Думаю, да. Смотри, какой. Как будто бы вообще видали где-то. Реально, да. Ну, как выросли где-то. Блин, так красиво. Даже не верится, что Нью-Йорк. Вот. Все говорят, когда приезжают, что как будто ты вообще где-то в другом месте. А представляешь, когда все эти деревья. Очень здорово. А тут вообще есть что-то или чисто дома? Дома. То есть никаких там магазинов? Нет. Если ты хочешь в магазин, вот ты прям выходишь напрямую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА